Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Очень рада вас приветствовать! Сегодня я буду чистить зонт. Давно вы меня спрашиваете, как почистить зонтик. Есть ли у меня какие-то секреты по уходу за таким аксессуаром? Все в этом видео расскажу. Надеюсь, что оно будет для вас полезным. На самом деле, друзья, зонтики не так сложно чистить, потому что ткань зонтиков, как правило, баллоневая, которая легко поддается чистке. Чаще всего зонты я чищу при помощи хозяйственного мыла. Если зонт цветной, я беру мыло против пятен. Мне очень нравится Stick Boss. Шикарно удаляет пятна и абсолютно никак не съедает краску. Если же зонт у вас цветной и очень грязный, можно почистить его вот таким вот корейским мылом с эффектом кипячения. Мыло очень хорошо удаляет пятна. Единственное, это мыло может забрать немного краски, если дать ему долго контактировать с тканью. Поэтому тряпочкой нанести, почистить там, где более серьезное загрязнение, немножечко щеточкой и тут же смывать. Эффект будет превосходный. Если же, друзья, у вас совсем грязный зонтик, например, дачный, либо как-то получилось так, что вы его серьезно замарали, попробуйте почистить зонт любым средством для чистки ковров. Абсолютно любое средство подойдет. Значит, вот у меня, например, средство от фирмы Крас. Это средство подходит для чистки цветных ковров, поэтому зонт чистится шикарно. Я даже не развожу средство, небольшое количество беру на губку, чищу грязный зонт, очищается до скрипа. Очень-очень классно чистятся зонты средством для чистки ковров. Друзья, если не знали, попробуйте. У меня сегодня не слишком загрязненный зонт, поэтому я почищу его обычным стиком пост. Намыливаю и приступаю к чистке. Если где-то есть пятна, можно почистить жесткой стороной губки. Звучит жесткой стороной губки. Поверхность зонта хорошо намылила мылом и сразу же иду в ванную комнату и смываю мыло с поверхности зонтика. Зонт в расправленном виде сушу на балконе. Сейчас очень жарко на балконе, поэтому высохнет он быстро. Как только зонт высох, на сухой зонт наношу бесцветную пропитку. Пропитка высохла, наношу второй раз. Капельки дождя не будут задерживаться на поверхности зонта, он не будет промокать и он будет надежно защищен от пыли и от грязи. Поэтому, друзья, надеюсь, что мой простой совет окажется для вас полезным. Кстати, друзья, смотрите, прошло достаточно много времени, капельки все еще на поверхности, зонтик не мокрый, поэтому пропитка отлично защищает зонт. На этом, друзья, у меня сегодня все. В комментариях меня обязательно дополняйте, пишите, как чистите, моете зонтики, и будет очень интересно узнать ваш опыт. Всем спасибо за просмотр, всем пока!